так ну я раздобыл батарейки попробуем их разместить и посмотреть что там дальше будет получаться то есть у нас специальная ленточка чтобы было легко доставать эти батарейки все так батарейки туда разместил и чё все как оно должно закрываться о ребят 10 минут прошло сейчас будем смотреть что там что-то какой-то он не держится нифига не защелкиваться даже немцы не должно быть все умно продумано батарейки на месте залеплю скотчем если что так и он вибрирует крышка соответственно отваливается так режим выключена включена все больше других режимов нет хотя сразу включил и заливая водой давайте смотреть что будет происходить вода пока месть чистая давайте посмотрим что тут произошло за 10 минут произошло ли хоть что-то так чего можно посмотреть давайте я сейчас приближу немножко камеру для вас грязи стало меньше но кстати действительно монета прям улучшилась давайте еще наверно по пускай она там по поболтается сейчас посмотрю что там с нашей второй монетой где она у нас блин наверное друзья когда покупаете один пинцет берите второй потому что рукой неудобно эту штуку брать если не хотите чтобы у вас тоже были руки в этом средстве пяточкой кстати довольно удобно довольно жестко но ок я понял время нужно ври больше времени давайте-ка закроем его не пахло нам и давайте пробовать работать с серебряными монетами тоже ее разместим в соответствующую жидкость серебряную вот так эта монетка у нас выглядит короче открыл эту штуку от пленки скажу ребят эта штука по запаху реально сильно отличается то есть нет такого как у той и по монеткам что я подумаю туда почистить отправить вот эту монету с патиной отправим который с одной стороны у нас патины нет очищены с другой стороны наложены какая-то патина либо родная 20 копеек не знаю откуда они у меня но откуда-то лежат в коллекции вообще понятия не имею откуда но они отправятся тоже на чистку и вот еще вот такие 15 копеек тоже из серебра ну что ж давайте пробовать их отправлять так сиптики я сполоснул и ну что ж так будем их отправлять туда бам и финальная три монетки у нас эти загружены в контейнер и будут закрываться прошло еще десять минут мне интересно посмотреть что же происходит с монетами с 50 копейками и нельзя бировой монеткой так ну что по нельзя беру скажу что действительно видно что она в работе и кстати очень побелела она реально побелела и прямо ну видно еще как видите да эти такая вот как бы ржавчина но монета уже в этом это с 50 копейками помните какие они были довольно грязные ну цвет кстати тоже поменяли даже не цвет поменяли а немножко стали ярче как бы вам показать сейчас а у нас же есть щеточка у нас есть чудо щеточка который мы можем посмотреть что тут вообще случилось кстати гляньте пенит пенится немножко это это средство но 50 копеек не так быстро пошло в реакцию в работу как нельзя бировая монетка но все равно видно что то тоже немножко светлеет очищается вот посмотрите особенно когда если так вот немножко потереть однозначно наверно точно придется с ними работать именно их как-то тереть ну вот этой щеточкой как-то щадящая вот хотите давайте добавлю еще несколько монет чтобы было вообще с чем сравнивать попробуем у меня вот есть та которая монета которая грязная но которая полировалась и пастой гои на тебя натиралась 50 копеек тоже полировались но грязь то осталось давайте их все тоже погрузим ну что закручиваем и будем ждать гораздо больше времени чем 20 минут так друзья ну немножко поработал аппарат где-то около двух часов что-то сильное я не заметил очистки без химических воздействий теперь вот у меня такая идея возникла чтобы взять эти все монеты которые я собственно просто так замочил в дистиллированной воде конечно наверняка можно было заливать именно каким-то специальным средством ну я понял что не хочу пока месте заливать те у нас монеты киснут в для мебель металла и для серебра а здесь я что предпринял обычным мылом чтобы как-то каким-то образом их отмыть и также оставлю вот скажем так намажу немножко мылом каждую монетку да я не буду как-то там сильно в чищаться и так далее просто чтобы была какая-то мыльная основа и также оставлю работать в этом аппарате что будет происходить мы посмотрим то есть как как-то сам я физически тереть не планировал монеты а это будет делать за меня собственно аппарат вот вот вибрировать ну даже при этом что он поработал совсем там два часа сильно я не увидел отделение каких-то там частиц и так далее то есть это не ультразвуковая прям знаете чистка а такая чисто физическая и очень-очень как-то слабенько так что сейчас я вот эти все монеты немножко хотя бы скажем так обработать просто обычным мылом вот и поставлю и поставлю на работу еще на некоторое время на несколько часов посмотрим как что будет дальше происходить с качеством данных монет вот такая вот вибрация и монетки там откисают соответственно немножко такая мыльный раствор но совсем маленький то есть ничего такого итак я снимаю уже на следующий день посмотрим что у нас с монетами которые здесь были замочены в специальных средствах обнаружил такую вещь что можно крышку вот так вот собственно снять еще дополнительно например для чего-то использовать и сами крышечки вот так вот у нас откручиваются так ну что начнем наверное давайте попробуем с серебра так что же с нашими серебряными монетами я еще так толком их и не смотрел за это время так видим что монета потемнело почему-то гляньте может быть от контакта с другой монетой серебра от патины избавилась смотри за то что сейчас собственно с монетой которая есть может быть надо ее как-то попробовать еще просто щеточкой сделать ну видите давайте посмотрим что дальше с другими монетами если на этой монете пропала патина черная и образовалась какой-то такой вот видите налет небольшой черный то на этой монете ну ничего не произошло просто по этой монете я не хотел оставлять в том варианте как как он был и я отнес ванну и что сделал обычное мыло хозяйственное нанес так вот и растер руками снялся верхний слой вот этой вот пленки которая была после очистки и монета в принципе приобрела такой вот серебряный цвет то есть не матовый не знаю как вам как вам ребят видно не матовый а такой довольно блестящий вариант как и обратная сторона была фактически с самого начала патина полностью получается у нас ушла и вот это вот мыло некоторое кстати еще бывает чтобы сильно она блестела натирает какой-то зубной пастой но я не люблю когда так сильно блестят монеты неестественным образом скажем так вот это вот никому не советую ни пастой гоя не натирать сильно монеты кстати напишите мне в комментариях мы уже можем эту монету запатинировать интересно было бы вам посмотреть видео там где вот мы ее отмыли от патины да а там где я ее покрою патиной с каким-то из способов и посмотреть как эта монета будет с двух сторон запатинирована то есть на самом деле некоторые люди патинируют специальные монеты чтобы скрыть какие-то дефекты то есть царапины какие-то там ударчики еще что-то при правильном патинировании реально это все скрывается ну если вам нравится монета которая у вас в коллекции в том состоянии в котором есть понятно дело это не штемпельный блеск и далеко от него просто просто монета которая стоила не очень дорого на аукционе ну с которой можно реально вот поэкспериментировать посмотреть и показать так что если интересна тема патинирования напишите мне я вот засниму такой вот такой ролик вот такая монетка а кстати вот это я достал в начале ролика показывал вам копию китайскую так называемый шип вот кстати эта монета видите вот вот здесь вот вот такой вот как будто бы шип торчит да из ноги вот на этом не видно но на самом деле есть оригинальная монета с таким точно шипом просто так получилось что в китае видимо попала именно эта версия монеты и на нее начали сделали штемпель и ее начали подделывать то есть на самом деле существует монета оригинальная вот в таком вот в такой вот версии вот так прошел прошла ночь после того как я замочил монеты давайте посмотрим что произошло кстати заметил что крышка вот так еще можно снимать возможно используется как для отдельной какой-то вот баночки для замачивания не знаю может это я сам просто отломал короче вот эта штука еще откручивается отдельно давайте смотреть у нас тут украинские монетки ведь они там немножко даже как-то поконтактировали между собой начнем доставать ага значит что мы видим почти сошла у нас вот это вот ржавчина вот здесь вот была на другую сторону перевернем монета в целом выглядит довольно симпатично то есть довольно так давайте так вот ее струсим вот так вот сделаем чтобы стекла вся жидкость и попробуем разместить давайте поближе вам попробую показать у меня есть с водой такая штука в воде немножко поболтаю в целом визуальном выглядит очень даже неплохо это для биметаллических монет наш раствор вот это вот грязь потемнение с монеты вот на буквы n немножко осталось да видите ну я не знаю стоит ли сейчас каким-то образом протирать может быть ваткой вообще я не рекомендую такое делать так давайте ну в целом вы знаете я довольно даже доволен тем что как выглядит монета при том что сколько лет она пробыла там у людей в капсуле я думаю сейчас она высохнет я вам еще покажу отдельно понятное дело так вот я ее на салфеточку положу и покажу вам в приближенном формате чуть попозже так что у нас дальше по монетам обиходка которая не сильная и ценная но достал немножко я их сполоснул в обычной воде начнем с гривны довольно видите хороший блеск такой вот перевернем грязь как видите на трезубцы она осталась она осталась но я думаю можно попробовать ее щеточкой прочистить эту грязь которая вот здесь вот въелась целом ничего полтинники что с полтинниками они кстати гораздо лучше стали выглядеть вот полтинник один просто огненный прям блестит это у нас латунные монеты стит и второй поработать с этой щеточкой в целом вот такой вот результат и конкретно по этим монет вот так вот собственно работает аппарат вот я сейчас открою покажу как все проходит эта вибрация да и немножко мыло я таки вчера вечером добавил давайте выключим посмотрим что собственно произошло как какой результат не вижу чтобы сильно там что-то у нас посмотрите по кстати хотя нет вот гляньте видите боток этого посудинки нашей до пластиковая дунышка он видите начал пачкаться какой-то или вот этой патиной но в целом давайте вот так вот достаем какие-то монетки уручную доставать ребята кто занимается профессионально чисткой расскажите какой у вас инструмент лучше всего гляньте довольно таки интересная монетка ну за это время пока аппарат работал сильно большого эффекта вот я прямо не ощутил возможно она используется применяется для каких-то более в других форматов работы хотя скорее всего это щадящий форм щадящая чистка то есть нету какого-то химического воздействия агрессивной среды даже видите то что немножко мыло добавил оно по факту никак не повлияло на монеты такой вот эксперимент вот такие вот такие монетки сейчас детальная фотография я покажу вам монеты которые ну вот побыли в этой собственно ванночке недолго порядка четырех часов возможно нужно оставлять на гораздо больший срок ну если интересно какие собственно монеты я приобрел вот так вот сейчас вот их показываю какая-то часть грязи отмылась но в целом я скажу что наверное видишь еще подсыхают но в целом наверное нужно более более что-то каждую тщательную монету вымывать каким-то образом ее прямо прямо заниматься индивидуально каждой монеткой переворачивать какие-то показать но в целом видите данный прибор он отмывает грязь да это потому что я когда выливал воду к сожалению не заснял она была действительно другого цвета сильно там такая ну тут было видно какая какая грязная но видите монеты в целом наверное нужно на гораздо больший период если такого качества гораздо больше берет замачивать что можно сказать по чистке монет первое серебро очищается гораздо быстрее гораздо вот я сейчас и как видите по этой монете по рублю патина полностью хорошо отмылась и гурт хорошо отмылся без какого-то отдельного вмешательства то есть каких-то щеток натираний оно фактически снялось за счет химического взаимодействия с монетой с медными монетами конечно гораздо все сложнее то есть у каждой монеты свой тип грязи это и просто грязь и патина и вот позеленение вы видели ну то есть каждой монете нужно применять свой способ свой способ очистки индивидуально работать с каждой монеты прям вот так вот на видео за четыре часа довольно сложно это сделать но я думаю реально используя и средства кстати я бы использовал к этим монетам к медным какие-то химические все-таки элементы что-то бы прикупил бы и посмотрел насколько лучше чем просто обычная вода с каким-то какой-то мыльной основой то есть я думаю это это вполне реально и это даст хорошие результаты друзья спасибо всем кто посмотрел эту этот ролик эту серию в целом мне было интересно провести такой эксперимент я понял что сильно быстро не получается нужно действительно заниматься но это дает какое-то удовольствие когда ты видишь какая монета была и какая она уже в идеальном состоянии без какой-то грязи и в коллекцию положить монету там без определенных изъянов да без грязи и так далее вот спасибо что посмотрели ставьте лайк если понравился ролик и до скорого буду снимать напишите что вам хотел чтобы я снял дальше возможно про патинирование может быть что-то еще в общем вот вы как и